На данный момент зарплата на служащего, который имеет воздействие к званию рядовой выслугу лет, в должности стрелка, в стрелковой бригаде, составляет 18 700. Если взять для примера, как идет тенденция увеличения заработной платы на денежное удовольствие, то через год уже, в течение двух лет, и в звании младший сержант на дорожке командира отделения данного на служащий будет получать порядка 28 000 рублей. Денежное удовольствие военнослужащего напрямую зависит от оклада воинскому званию, от выслуги лет и другие дополнительные выплаты, премирование, добросовестное исполнение службы и другие. То есть денежное удовольствие повышается. Чем больше служит военнослужащий по контракту, тем больше денежное удовольствие. Важным аспектом является, который поднимает престиж вооруженной силы по контракту, это обеспечение жильем. С 2005 года у нас по программе правительства Российской Федерации уже идет обеспечение военнослужащих постоянным жильем. Офицеры, которые заключают контракт после выпуска из вуза при заключении контракта, могут, то есть не могут, они вступают в ипотечную накопительную систему и могут приобретать жилье. Жилье будет у них в собственности, у нас служащего, но пока у нас служащий служит, будет как бы в залоге у государства. Если военнослужащий добросовестно служит, без нареканий, выслужит 20 лет, прослужит 20 лет общего стажа, то квартира переходит ему в собственность. Военнослужащие по контракту, которых мы сейчас призываем, они тоже вступают в эту ипотечную накопительную систему. У них порядка, вот за 2012 год, я знаю, было 205 200 рублей, это ежегодно на счет этого нас служащего эти деньги поступали. И вот с учетом инфляции, то есть эта сумма уже будет с учетом в бюджетах заложена, будет сумма увеличиваться.